Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха информационного агентства. Мы находимся на улице Воинская, рядом с одним из крупнейших септиков города Якутска. Ежедневно из этого септика вывозится около 60 и до 80 кубометров жидких бытовых отходов. Естественно, зимой работы ведутся фактически круглосуточно и в экстремальных условиях. Сегодня попытаемся разобраться, как работают наши коммунальщики при температурах ниже 40 градусов. Ну вот, ведется интенсивная работа. Как мы видим, вот эта штука специально сделана, чтобы шланг не промерзал. То есть, ребята фактически работают в таких условиях, которые очень сложно себе представить. Видите, вся техника очень часто требует ремонта. Юрий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие у вас объемы работы и вообще о чем ваша работа? Тут надо сразу разделить по этапам работы, какие работы мы вообще проделываем. Во-первых, это, конечно же, захоронение твердых коммунальных отходов. То есть, у нас городской полигон полностью работает на захоронении. Ежегодно там порядка 1 миллиона кубов ТКО захоранивается. Это помимо ТКО, это и строительный мусор в том числе. Вторым нашим, скажем так, фронтом работы является это вывозная канализация. Это вывоз жидких бытовых отходов. У нас по городу в Табаге и в Мархе 218 септиков. Мы их полностью обслуживаем. Ежедневно мы откачиваем около полутора тысяч кубов ЖБО. Бывает и 1600, и 1700 даже. В-третьих, мы обслуживаем выгребные ямы. У нас в городе 206 выгребных ям, которые мы каждый день, ежедневно, независимо от погоды очищаем. Ну и, конечно же, есть у нас и штрафстоянка. То есть, тот несанкционированные гаражи, торговые объекты, все это мы дело вывозим и храним на штрафстоянке. У нас работают 218 человек. Это постоянно штатные работники. Помимо этого, есть у нас и договорники, естественно. Поэтому количество где-то около 243 человек. Общее количество техники это около 72-74. То есть, 46-48 единиц техники ежедневно выходят на линию на работу. Что касается осенизаторских машин, то у нас на линию выходит 18-20 осемок, как в народе говорят, фекалок на линию. Помимо этого, у нас есть и подрядчики, так как 1500 кубов в сутки это большой объем. 7-9 машин подрядчиков нам помогают. И мы обслуживаем всю вывозную канализацию города. Табаги и мархи. Если мы говорим в месяц, то мы вывозим порядка 44-45 тысяч кубов в месяц. Если в неделю, это 10,5 или 11 тысяч кубов ЖБО. Есть ли разница по работе зимой и летом? Конечно же, есть существенная разница. Во-первых, зимой количество ЖБО увеличивается, так как люди больше находятся дома, больше пользуются водой. И, сами понимаете, у нас очень экстремальные низкие температуры. Работать в минус 50-55 градусов это очень тяжело. Личный состав экипаж у нас очень опытный. Ребята понимают, где у нас критические точки. То есть, после дальних маршрутов быстро заезжают, отогреваются. Обязательно меняют все тех жидкости, подтягивают хомуты, заменяют все шланги, зимние шланги. И самое главное, это работа ремонтной механической мастерской. Тут она у нас зимнее время работает каждый день, практически круглосуточно. То есть, мы распределяем ребят. И когда машина сломается, наша цель максимально быстро ее поставить на линию. То есть, во-первых, должно быть обязательно запас наличия запчастей. Во-вторых, чтобы как раз когда она заезжала, слесаря уже четко поставили правильно диагноз. То есть, диагностировали машину, быстро отремонтировали, и она вернулась на линию. У нас есть такое, что новые машины, которые мы в этом году получили. Мы в этом году от окружной администрации получили 5 абсолютно новых осемок. И новые машины у нас являются такой ударной силой. Они у нас работают круглосуточно. То есть, на одну машину, а два водителя. И, соответственно, вот эти машины у нас работают круглосуточно. И наша цель их поддерживать хорошее техническое состояние. И максимально, чтобы они с линии не сходили. У нас очень сильно холодно. Техника замерзает. Пропадает воздух, пропадают тормоза. Машина просто встает и все. Замерзает соляра. Также двигатель глохнет. Это самые частые поломки. Есть ли какие-то, может быть, ваши хитрости в профессии, которые позволяют на месте их устранить? Или вообще, которые пользуются, чтобы не сталкиваться с такими проблемами? Ну, какие хитрости? Есть специальная жидкость. Ну, в основном спирт заливают, чтобы тормоза более-менее как бы работали. В мосты, в редуктора чуть-чуть бензина добавляем, чтобы пожиже было. Ну, а соляра, что? Соляра уже как качество ляжет. Скажите, пожалуйста, есть еще такое, скажем, расхожее мнение о том, что во время езды могут замерзнуть шины. Это правда? Да, к сожалению, это правда. Колеса лопаются. Качество такое, какое есть. Этим и пользуемся. Ну, пока два или три случая таких только было. Ну, если долго стоит машина, да, колеса лопаются. А если постоянно машина находится в движении, то нормально. Сколько машин у вас под ответственностью? Часто они выходят на отстой? Как это вообще происходит? Весь автопарк нашей автобазы, он является ответственностью, так как все равно проходит через эту ремзону. По мере ремонта они заезжают. Кто-то просто замерз, кое-как приехал сюда, здесь чуть-чуть погрелся и дальше на работу. А что делать? Так и живем. Этим летом мы установили на всю нашу технику датчики ГЛОНАСС. То есть мы в системе онлайн видим, что у нас где работает, сколько техники на линии. И самое главное, мы контролируем, как они работали. То есть абсолютно рандомно заходим на вот эту машину. Допустим, видим, что она делала, где она делала. Спокойно я могу сделать отчет, введу машину, выполнить отчет. И все данные, естественно, за машину они выходят. Статистика, хронология, где она была, вот выехала эта машина, допустим, она сейчас находится у нас в мархе, вот она. И вот маршрут, как она ехала, где была, в табаге она работала, то есть видите, да, весь маршрут. И самое главное, тут есть у нас ДУД. ДУД это датчик уровня топлива. По датчику уровня топлива мы избегаем абсолютно всех сливов. Раньше у нас была проблема, очень большой расход ГСМ, грузомазных материалов, да. После того, как мы установили ДУД, начали все это дело контролировать, у нас ГСМ упал порядка до 46% при одинаковом пробеге. И это очень удобно для водителей. Некоторые водители у нас работают по системе пресс-куранта, то есть сколько они рейсов сделают, сколько они денег получают. Они за это замотивированы, поэтому для того, чтобы им доказать свои рейсы, они обязательно, как раз таки, вот ГЛОНАСС является их самым лучшим помощником. То есть от этого выиграли абсолютно все. Расскажите про свою работу. Как происходит ваша смена, во сколько вы выходите, сколько человек? Ну, я выхожу с 8 утра работаю, бывает, ну, до 5, там, до 8. А напарник у меня выходит с 8 вечера и также до 5 утра там. То есть работа идет круглосуточно? Круглосуточно, да, вот эта машина у нас круглосуточно работает. И у нас, как бы, поэтому, как бы, ремонт всегда. Почему? Потому что мы работаем в две смены, одна машина, одна смена ездит по городу, я езжу на дальняк, то бишь, я работаю чисто только на табаге. Техника, поэтому, изнашивается сильнее. С табаги я делаю 4 рейса в смену. Бывают аварийные какие-то выезды? Да, бывает. Диспетчер, как бы, звонит, предупреждает, там, например, если ей позвонили, сказали, где-то там разлив, она, как бы, с другого адреса может снять, ну, послать на другой адрес. Скажите, пожалуйста, особенности вашей работы в зимний период? Зимний период, конечно, сложнее работать, потому что холодно, и тем более у нас сейчас с января месяца были большие морозы, как бы, поэтому техника больше ломается. Железо всегда устает. Ремонтировать-то надо, как бы, вот так. Скажите, пожалуйста, вот многие в городе видят разливы, когда идет пар и думают, что это протекает канализация. С чем это связано? Как правило, этот случай, на самом деле, он давняя проблема, скажем, города, да? Тут нужно это все разделять. Есть вот основная проблема, это проточки. Если мы берем стандартный двухэтажный 16-квартирный дом, то в нем, как правило, в 10 квартирах проточка. Проточка ставят для того, чтобы не замензала канализация. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы была циркуляция в системе отопления. То есть у нас есть опыт, мы в этом году установили в 25 квартирах спутники, домах спутники, да? Это общей протяженностью 2970 метров, это почти 3 километра. Это очень большая протяженность установки спутников. Но в некоторых квартирах, ну, домах, да, мы не ушли от проблемы проточки. Почему? Потому что, если даже мы обогреваем систему канализации, люди пытаются сделать так, чтобы у них дома была циркуляция отопления и ставят проточку. Тут нужно понимать масштабы. Если мы говорим о том, что в одном доме одна квартира ставит проточку, чтобы канализация не замерзла и была циркуляция в отоплении, то это приемлемо, с этим можно справиться. Ну, если, как правило, в одном доме 10 квартир, 8 квартир ставят проточку, это очень большие сверхнормативные объемы, которые мы вынуждены вывозить. То есть мы получаем деньги за определенный объем по биллингу, да, то есть который у нас есть, мы его, конечно же, вывозим. То есть у нас есть и техника, и подрядчик, у нас есть возможность. А сверхнормативы – это уже наши расходы. Ну, мы, естественно, не можем говорить, что в виде разлив, что это проточка, и мы не будем откачивать. Мы, конечно же, его откачиваем, но на это требуется время. Хотел бы, вот, пользуясь случаем, да, призвать наших абонентов, жителей, быть очень внимательны к проточкам, и когда наши работники или администрация, управ к ним обращается с просьбой, чтобы необходимо вот именно эти проточки уменьшить, как раз-таки идти к ним на встречу и уменьшать проточки. От этого выиграем мы все. Тем более это перерасход воды. Опять же, это водоканал. Тут, да, это, конечно, перерасход теплоносителя. Либо водоканал, либо теплоняр, да, совершенно верно. Страдают все. Страдают все, абсолютно. Страдают все.